У Кировским районе на древах заявилась вечно зеленая кустовая, гэта амяла. С початку жахару текавила дзюная рослина, однако первая древа, на яких некольки год тому поселилась амяла, почали усыхать. По дробязню репортажит Татьяна Сергейчук. На трассе Могилё-Бобруйск, две вёски у Кировским районе, боровицы и скачок, особливо притягивают увагу на большинстве древ растяя амяла. Мясовы жахары зауважили, дзе зашмат такого кустовая, тэ древы летась былі без лістя. Это ж какае-то запалявання растений, их надо убирать, другое сажать да обрабатывать. Амяла – вечно зеленая кустовая. Зимой ее плады – корм для птушек, и они и разносят на сене. Дарэчы, плады амялы вельми клейкія, у гэтым пераканаліся кировскі гімназісты. Папробували сделать клей, разными способами делали, но и в результате у нас получился клей, который даже уступает клею ПВА по своей склеиваемости поверхності. Рецепт этого клея дзете дзержат в секрете. Амяла корміцца соками древа, і паскарая ягой гібль ствержаюць навукоўцы. Напрыклад, увёзцы боровіцца шмат древ, які пашкоджаны гэтым кустовям, высахлі. У нас планирується в районе 60 деревьев всего удалити по сельскому совету в этом году. Ну, в том числе, ну, і деревья с амелей. Если амела на дереве не много кустиков, їх можно просто вырезать. Ну, а если очень много, то тут один способ бороться – это спилить полностью всё дерево. Яким чыном выразать кусту я невядома программы по боротьбе с амялой по кульняма. Прародоохрана мы занимаемся тем вопросом, который подлежит обязательному регулированию, как борщовик Сосновского. А данная амела, она не включена в перечень инвазивных растений. Дарэчы, увёзцы добасна, таксама шмат древ пашкоджаны амялой. А побач, літеральна ў некалькіх кілометрах, жыліцкі палацава парковы ансамбаль – помнік природы республіканскага значэння. Татьяна Сергеичык, Юрый Ауласов, Новіны Регіона.